Владимир Венгловский Владимир Венгловский Владимир Венгловский Владимир Венгловский Владимир Венгловский Звук И, высокий писк, издаваемый верхней горловой связкой, переходит в протяжное гудение. Торн. Словно ветер воет в ущелье. Людская речь не может передать всю глубину общения этих странных созданий, но мне порой удается. С самого детства я знал, что я другой. Не и Торн. Человек. Найденыш. Мой названный брат Кохар неподвижно стоял рядом и казался каменным изваянием под стать окружавшим нас фигурам. Руки прижаты к груди, как у огромного насекомого. Все четыре ноги погрузились в песок. Взгляд устремлен к горизонту. Можно подумать, что мой брат пристально всматривается в пустыню, размышляя о вечном. Но мне-то известно, что он дрыхнет при любом удобном случае. Так и есть. Глаза Кохарра уже подернуты мутной пленкой. Переход от бодрствования ко сну у него мгновенный. Разговариваешь с ним и вдруг понимаешь, что этот Соня уже давно тебя не слышит. Проснуться! Сон! Беда! Потряс я его за плечо. Кохар встрепенулся и сделал вид, что и не думал спать. Сегодня ночью нам предстояло важное дело. Мы должны были упокоить нашего отца. И торны умирают не так, как люди. Их главный мозг засыпает навсегда, а тело, управляемое вторым, рудиментарным мозгом, подчиняется лишь животным инстинктам. Оно может еще несколько недель бродить по пустыне. И не только бродить. Охотиться. Нападать даже на своих собратьев. Мой приемный отец, старый Кохар, давно болел. Его панцирь покрылся трещинами, сквозь которые сочилась сукровица. Я ухаживал за ним, поил молоком молодых ползунов, но пришло время, и отец все равно ушел в пустыню. Я заметил это слишком поздно. Он удалялся, шатающейся походкой, подволакивая ноги и слепо натыкаясь на каменные глыбы. Мы убьем его тело сегодня ночью. Только я и брат. Так принято. Это последний дар близким. Бластер остался висеть у меня дома на стене. Мы будем драться копьями, как поступали все сотни поколений и торнов, что когда-то жили на Самуме. Было приятно ощущать в руке тяжесть древнего оружия. Пробуждало первобытные чувства. Люди давно расселились по галактике, но дай нам в руки копье, и мы вновь почувствуем себя дикарями. «Хитиновый панцирь моего названного брата отливал синевой. Сегодняшняя ночь наша, как в старые добрые времена, когда мы играли в ритуальную охоту. «Бежать! Человек!» — кричали братья, когда приходила моя очередь быть мертвецом. «Бежать!» И с не меньшим удовольствием я мчался за другими иторнами, когда сам изображал охотника. За время моего путешествия с торговцами на звездном бродяге выжил лишь мой младший брат. Старший умер от черного ветра, и, говорят, отец сам пронзил копьем его мертвое тело. Двух других братьев во время охоты задавили взрослые ползуны. «Смотреть!» — вдруг воскликнул Кохар, схватив меня за локоть. Я поморщился. Когти на пальцах и торнов были острыми, как шипы пустынные розы. Кохар ткнул в небо копьем. «Смотреть! Смотреть!» Оба солнца уже скрылись за горизонтом, и розовый закат постепенно сменялся ночной темнотой. В небе загорались тусклые огоньки звезд. Но возле созвездия ползуна, как раз над его рогатой головой, вспыхнула новая яркая звезда. Она остановилась все больше и больше, пока над пустыней, наконец, не прокатился рокот, идущего на посадку космолета. На самом редко прибывают корабли. «Из людей здесь живут лишь несколько подобных мне отшельников и группа археологов, что возятся в пустыне. Раз в полгода им доставляют все необходимое. Но в ближайшие дни мы никого не ждали. Этот рокот в небе был мне хорошо знаком. Так рычит двигатель искажения космолета класса «Пчела». Медленного, но надежного, с большим грузовым отсеком. На подобном корабле я провел в космосе десять стандартных лет». Когда люди прилетели сюда, раса Иторнов уже пережила свой закат. Ведь они первыми столкнулись с Дейранами. Планеты были выжжены огнем дезинтеграторов, покрыты радиоактивными осадками, а в межзвездном пространстве до сих пор блуждают обломки древних боевых кораблей. Остальным расам повезло появиться в секторе Змеиносца позже, когда война уже отгремела и от враждующих сторон остались лишь разрозненные одичавшие племена. Я не помню, как погибли мои настоящие родители. Хотя сны иногда подсказывают картины прошлого, наполненные кровью и криками умирающих, но людская фантазия часто бывает обманчивой. Младенец, которому не исполнилось еще и года, не мог ничего запомнить. Мои родные были из первых поселенцев на Самуме. И я – единственный, кто выжил после нападения мертвых Иторнов. Говорят, что от черного ветра тогда умерло сразу несколько больших семей, и целая стая мертвецов отправилась на охоту. Меня спас Кохар. Потом, когда я вырос, он весьма неохотно отвечал на мои расспросы о том, что случилось в тот день. «Смерть. Ребенок». Коротко Брасолоне отворачивался, показывая, что больше не желает об этом разговаривать. У Кохар было четверо родных сыновей. Иторны однополые, и для продолжения рода им не нужны двое. Когда приходит время, каждый взрослый Иторн производит на свет малыша. Точную копию самого себя. Практически клона. Так происходит снова и снова, пока не наступает старость. Каждая семья действует словно одно целое. Общие мысли, общие побуждения, разделенные на несколько тел разум. Я часто видел, как Иторн и одного выводка обменивались друг с другом информацией. Их грудные пластины раскрывались. Из плоти выползала склизкая щупальца и проникала в тело другого Иторна. Мои братья замирали так по несколько минут. Однажды один из них, которого тоже звали Кохар, все Иторны одного выводка носят одинаковые имена, забыл, что я человек и впился мне в грудь. Было очень больно. Я кричал. Потом Кохар просил прощения, опустив голову, а вечером поймал мне вкусную личинку ползуна. Поэтому всю жизнь на Самуме я чувствовал себя чужим. Я жил сам по себе, ни с кем не делясь своими мыслями. Общался с отцом и братьями лишь словами, как общаются друг с другом Иторны из разных семей. Они должны были меня бросить, как чужака, но подобрали и приняли в племя. Почему? Зачем? Я получил ответ лишь когда вырос, и старик Хорру отвел меня в древние пещеры, что лежат на юге за пустыней. Хорру был стар, а его панцирь настолько изъели трещины, что казалось, сделай он неосторожный шаг и рассыплется, как расколотый глиняный кувшин. Говорят, он не мог видеть то, что пока не случилось. И еще он учил меня разговаривать, как люди. Когда мы спустились в пещеру, Хорру нес факел, и его тень шевелилась, как пустынный паук, и мне было немного страшно. Я видел нарисованную на стенах историю, которую и Торны записали для потомков. С космодромов взлетали первые космические корабли, первые космонавты ступали на иные планеты, а потом началась война. Среди рисунков было изображено похожее на кокон чудовище, которое пожирало пленного Дейрана. «Хризалида!» проскрепел Хорру, поднося факел ближе к рисунку. «Прошлое, будущее, дети, наши дети». Тогда я узнал, что мертвецы и Торнов уходят в пустыню не просто так. Когда-то в каждом роду была своя королева. Хризалида, как ее называли сами и Торны. Куколка, зародыш, что обогащал род новыми генами. Мертвецы подчинялись ее зову, шли к ней, и она поглощала их тела. А после порождала новые цепочки генов. Брала у мертвецов все лучше и производила на свет обновленное потомство, отличавшееся от предыдущего поколения. Поэтому и Торны на Самуме так похожи на Дейран. Они скормили королеве своего врага. Они изменили себя, чтобы стать сильнее. Среди каждого выводка был тот, кто после смерти королевы становился новой Хризалидой. Такой мертвец уходил в пустыню и застывал под лучами палящих солнц. Его ноги все глубже погружались в песок, а сам он обрастал толстой броней. Постепенно исчезали голова и руки. Мертвец превращался в Хризалиду и становился похожим на кокон, в котором рождалась новая жизнь. И Торны называли такого наследника Коррахом. Но Хризалид больше нигде нет. Ни на Самуме, ни на любой другой планете. Их всех убили во время войны. Цепь жизни и связь поколений и Торнов прервалась. Мертвецы, не слыша зова своей королевы, теперь бродят словно хищники. «Но что я должен сделать?» спросил я у старика Хору. «Я человек, не Иторн. Как я могу помочь тем, кто уже умирает?» «Будущее», — повторил Хору своим скрипучим голосом. «Дети». «Он ушел в пустыню, когда я уже носил свое первое взрослое копье, и охота на Хору стала первой моей настоящей охотой на мертвеца. А на следующий год на Самуме впервые за долгое время сел корабль земных торговцев. И Торны отдали меня им». «Иди», — сказал мой отец Кохар. «Иди и возвращайся», — сказали мои братья, похожие на Кохарра, как две песчинки в пустыне. Мы с братом оказались чересчур самонадеянными и беспечными. Старый Кохар первым нашел нас. Он внезапно спрыгнул с одного из камней и сшиб меня с ног. Взмах когтистые лапы, и мой брат с визгом покатился по песку, выронив оружие. Обычно мертвецы не бывают настолько изворотливы. Они прут на пролом и редко нападают из засады. Но мой приемный отец оказался исключением из правил. Вместо того, чтобы скрыться в пустыне, он взобрался на один из пиков и поджидал нас, слившись с камнем. Когда-то в детстве, во время ритуальной охоты, я поступил точно так же. Взобрался на известняковую статую, словно ящерка-липучка. Вначале проложил несколько обманных дорожек из следов, а затем разбежался, прыгнул и вцепился в камень. Заполз на его плеж, в кровь сдирая пальцы, а после со смехом наблюдал, как мои братья бегают по кругу, недоумевая, куда я делся. Подобное сейчас совершил и Кохар. При жизни он был тем еще хитрецом. Он мог привести охотников к стаду ползунов лишь по вчерашнему запаху добычи, а как-то раз прикончил огромного вожака одним ударом руки, проломил тому грудь и сжал сердце. Я был тогда рядом и видел, как кровь хлынула из пасти зверя, и тот забился в конвульсиях, сшибая хвостом каменные глыбы. Что и говорить, старика боялись даже молодые охотники. — Смотреть, — говорил мне отец, — кулак сжать, сила, удар. Он учил меня, как разбивать камни, снова и снова. Братьев не учил, а со мной занимался едва ли не каждое утро. — Вот так, человек, вот так. Стань ветром, стань песком, стань камнем. Это означало, что я должен быть гибким, как ночной ветер, что гуляет среди известняковых пустошей. Хочешь его поймать, а не можешь. Ветер выскользнет у тебя из пальцев. Я должен быть сильным, как песок. Ветер вздымает песчаные заверти и с упорством безумца швыряет о камни. И крошечные, на первый взгляд, слабые песчинки выгрызают в скалах глубокие пещеры. Я должен быть похож на изменчивый камень-известняк, что когда-то лежал на дне Великого океана. В каменных пластах до сих пор можно отыскать скелеты древних морских обитателей. Но стоит взять их в руки, как старые кости и панцири рассыплются в прах, а камень останется. Он противостоит и ветру, и песку. Старый известняк лишь меняет свою форму. Я пытался пробить кулаком скалу, но ничего не получалось. Сломанные пальцы болели, плохо срастались, и я вновь их ломал, пока однажды ударом руки не сшиб голову каменного ползуна. «Статуя!» — покачал тогда головой мой отец. «Природа! Жалко!» Теперь он хотел меня прикончить. Отец был силен. Очень силен. В его движениях не осталось ничего от тех первых неуверенных шагов, когда его вторичный мозг учился управлять телом. Кохар вырвал у меня из рук копье и отшвырнул в сторону. Я замер перед ним, сжимая кулаки. «Стань ветром! Стань песком! Стань камнем! Стань, как и торный!» Это существо не было Кохаром. Просто не могло им быть. Передо мной находилась всего лишь оболочка моего приемного отца. Но я продолжал видеть в нем прежнего Кохарра. Мертвец застыл, шевеля длинными пальцами на руках, и приготовился к прыжку. Мы остались один на один. Брат безуспешно пытался подняться и лозил ногами по песку. Его сломанная правая рука торчала под неестественным углом. Когда-то я уже стоял на арене перед подобным врагом. К тому времени я летал на звездном бродяге почти десять стандартных лет и успел выучиться на механика. Оказалось, что у меня к этому талант, ведь с двигателями искажения было куда легче, чем с людьми. Наш капитан тогда пытался заключить контракт с Дейранами на Бетельгейзе-4 для поставки сладкого молока с их ферм. Было смешно наблюдать, как наш переговорщик Алекс Корр, Аль Корр, как он называл сам себя в честь звезды, пытался втолковать этим здоровенным бронированным тварям, что от них требовалось. Болтать Алекс умел, этого не отнять. И не только с чужими. Женщинам этот бронзово-кожий светловолосый землянин нравился до умопомрачение. Он мог легко перечислить наизусть все бордели в известных мирах и остепенился лишь недавно с появлением на корабле Ольги. Как ей удалось его окрутить, оставалось загадкой. «Одна из тайн Вселенной», — разводил руками наш капитан. Но в переговорах с Дейранами все обаяние и красноречие Алекса оказались бессильны. Дейране были во многом схожи с иторнами. Те же тела огромных насекомых, те же четыре ноги и две руки. Но они умирали как люди и оказались куда воинственнее своих бывших врагов. У Дейран до сих пор были в ходу смертельные дуэли, а в качестве платы они захотели лучевое оружие. Когда наш капитан отказал, Дейране потребовали поединка. Пусть решит честный бой. Алекс изрядно струхнул. Если сравнить размеры Дейрана и человека, то о каком честном бое может идти речь? Главной нашей проблемой было вернуться живыми к кораблю. Неожиданно для самого себя я поднялся и плюнул на панцирь вождя. Вызов был принят. «Ты только глянь на этого верзилу!» — орал на меня капитан. «Он же тебя прикончит!» «Посмотрим», — лишь упрямо кивнул я. «Я найденыш. Меня было не жалко». Это случилось на рассвете. Противник был на голову выше, а весь его панцирь покрывали ритуальные рисунки. Воины Дейрана отмечали свои победы татуировками. Первый убитый враг — это червь смерти, обвившийся вокруг пояса. Его зубастая пасть заглатывает хвост. Рисунок говорит «все повторяется». Сегодня удача улыбнулась тебе, но завтра может наступить твой последний рассвет. Два убитых врага — это птица Корум, что расправила крылья возле сердца. Каждую весну эти птицы дерутся насмерть, и лес оглашают их победные крики. Но если смог одержать победу в третий раз, то ее отмечают на панцире пауком смерти, черной тварью, что убивает добычу в течение многих дней. Третьего врага принято отпускать, если он не погиб в бою. Искалечи его, сломай ему ноги и руки, а ставь на арене безвольным живым мертвецом. Вот истинная слава воина. «Ты мой четвертый», — сказал Дейранин, сжимая мое горло и ткнул себя пальцем в грудь. «И вот здесь сегодня взойдет вечерняя звезда». Его когти были остры, и мое тело заливало кровь из множества ран. Дейран встряхнул меня, словно тряпичную куклу, и тогда я его убил. Проломил кулаком грудные пластины и вырвал его сердце. А потом, когда все мои новые друзья со звездного бродяги праздновали победу, я несколько дней провалялся в своей каюте. Ко мне приходила лишь Ольга. Я лежал на койке, весь покрытый заживляющей пеной, и Ольга легла рядом со мной. «Почему у тебя такое странное имя?» «Каррах», — спросила она. «Это не имя», — сказал я. «А что тогда?» Ольга отвела мою руку от шеи, но так разговаривать было трудно, и я замолчал. Тогда Ольга опустила ладонь мне на грудь. Ее пальцы испачкались в розовой пене, и я рассказал. Я рассказывал это уже не в первый раз. Мне до сих пор сложно было воспринимать людей не как единое существо, а отдельными личностями. Повторять одно и то же каждому из них, забывая, что знает один, не знают все. «Так и торны называют избранного», — сказал я. «Того, кто возродит племя». Так назвал меня старик Хору. «Мои старые раны ноют перед каждой песчаной бурей, и мне до сих пор снится тот поединок. Рассвет, когда в небо по черным облакам карабкалось багровое солнце и стоящий передо мной враг. Темная фигура с разведенными в стороны руками. И еще до сих пор мне снится та ночь после боя, когда ко мне приходила Ольга». Сейчас история повторялась, но вместо врага меня хотел прикончить собственный приемный отец. Внезапно темноту ночи разорвала яркая вспышка. Хлопок, и обугленная голова старого Кохарра покатилась по песку. Тело закружилось на месте, размахивая руками, но второй выстрел из бластера разворотил мертвецу грудь, и тот повалился на землю. Из-за камней вышли Ольга и Алекс. За людьми покорно трусил робо-мулл с тяжелой поклажей. «Он же чуть тебя не прикончил», — укоризненно сказала Ольга. «О чем ты только думал?» «Подставляешься, найденыш», — ухмыльнулся Алекс, склоняясь над мертвецом. В воздухе мерзко воняло паленой плотью. «Кто это?» «Это был мой отец!» — воскликнул я. «Черт возьми, зачем? Я бы справился сам! Зачем вы прилетели? Как нашли меня?» Ольга улыбнулась. Мой брат Кохар сидел, прижимая к груди сломанную руку, и обиженно смотрел на нас. «Так зачем вы здесь?» — снова спросил я, опуская на могилу последний камень. Близость Ольги будила воспоминания. Я слышал ее запах, вновь ощущал забытые прикосновения. До сих пор мы работали молча. Ольга и Алекс помогали соорудить могилу из камней. Брата я прогнал в селение. Со сломанной рукой помощник из него был Аховый. Тем более, Кохар прекрасно понимал, что я хочу остаться с людьми наедине. «Как же мы без тебя, найденыш?» — усмехнулся Алекс. «Вон Ольга о тебе все время говорит, я даже ревную». Ольгу капитан нанял в доках Марса, где она провела без работы два стандартных месяца. Предыдущий ее корабль был продан за долги, а новый владелец набрал собственную команду. Стартрейдинг легко раздает патенты, но также быстро лишает всего в случае неудачи. Достаточно одного-двух убыточных рейсов, и денег не хватит даже на топливо, а корабль уйдет с молотка. На счету у Ольги не оставалось ни гроша, и предложение нашего капитана она восприняла как манну небесную. Ей повезло, что наш прежний штурман умер, и мы спешно искали нового. Когда мы летели мимо бездны, я подарил Ольге цветок дерево-пересмешника с Ребеллы-3. Никому нельзя было заходить в рубку штурмана во время настройки маршрута, но я вошел. «Возьми», — сказал я. «Это тебе». «Говорят, оно приносит удачу». «Ветка в моих руках расцвела розой. В ладонях у Ольги цветок сначала съежился, а потом распустился с новой силой. Но выглядел уже огромной хищной лилией. По его стеблю и руке Ольги стекали капли сока». «Я боюсь найденыш», — прошептала Ольга, сжав мою руку. «При этом ее ногти впились мне в ладонь. Можно этот цветок будет моим талисманом?» Объект 12Л-88, который все называли не иначе как «Бездной», был огромной черной дырой в самом начале сектора Змеиносца. Ольга провела звездного бродягу не далее трех световых лет от горизонта событий, чтобы воспользоваться чудовищной гравитацией для разгона корабля. «Мы сэкономили тогда чертову прорву топлива, но потеряли два года абсолютного времени, хотя на борту бродяги прошло не больше часа». «Сорок восемь минут тринадцать секунд», — говорила потом Ольга. «Мой личный рекорд». После этого полета у нее появился первый седой локон, который она тщательно закрашивала каштановой краской. «Смотри», — снова сжала мою ладонь Ольга. Вокруг горизонта событий сверкал ореол изобреченных звезд и газовых туманностей. Это было прекрасно. Именно той зловещей красотой, которой отличаются сверхмассивные черные дыры, защитные экраны бродяги едва справлялись с чудовищным излучением, разогревающим газовые облака до температуры звезд. Свет от облаков был розовым, словно закат Носамуми. «Я еще никогда не подходила к Лили настолько близко», — прошептала Ольга. Так она называла протозвезду на орбите бездны, окруженную диском из газа и пыли. Лили служила для штурманов маяком. «Раньше Носамуми я видел протозвезду лишь как точку в черноте космоса, но здесь, вблизи, она напоминала распустившийся цветок. По сторонам, как лепестки, разбегались протуберанцы из раскаленного газа. Если верить расчетам, через несколько тысяч лет Лили затянет за горизонт событий и разорвет чудовищные гравитации. Но еще раньше протозвезда превратится в голубой гигант, и в небе вспыхнет сверхновое, а после сгорит, как свеча во тьме черной дыры». «Вон там, видишь?» — показала Ольга точку на экране в ста световых часах от бездны. «Это Вольтер, один из первых кораблей Земли. Они везли поселенцев на Берту и угодили прямо в гравитационную ловушку. Ошибка расчетов», — пожала она плечами. «Но там же несколько тысяч человек!» — ужаснулся я. Ольга все еще сжимала мою руку. «Да, их уже не спасти. Хотя для пассажиров Вольтера пройдет всего несколько часов, прежде чем корабль затянет за горизонт событий. Я бы не хотела вот так знать, что уже не вырваться, что все равно обречен падать в черную дыру, когда вокруг пробегают тысячелетия». Ольга зажмурилась и покачала головой. «А вот тут, дальше от бездны, на орбите Лили находится шип. Видишь точку на экране?» «Крейсер и Торнов!» — воскликнул я. «Тот самый, последний?» «Да. После боя с дейранами он совершил экстренный прыжок, и, как видишь, ему не повезло». «Это же целый арсенал!» «Я знаю легенды и Торнов. В них рассказывается о бесценном сокровище, что перевозил шип. Если туда добраться, но как?» Ольга вдруг заметила, что сжимает мою ладонь и резко забрала свою руку. «Прости, мне надо работать». Она кинула ветку пересмешника на стол и села за пульт. Хищная Лилия, лишившись теплоты человеческого тела, тут же завяла и съежилась. «Мы прилетели за тобой, найденыш!» — сказал Алекс. «Археологи видели, как ты ушел в пустыню с одним из и Торнов. Найти вас по следам оказалось не столь сложно. Нам с Ольгой нужен толковый механик». «Хороших механиков много», — пожал я плечами. Я смотрел на Ольгу, пытался поймать ее взгляд. «Скажи, что это было твое желание». «Пойми, найденыш!» — усмехнулся Алекс. «Нам нужен именно ты. Ну или механик и Торн. У тебя есть подобные на примете, а? Нет? Тогда сойдет человек, которого воспитали эти твари. Тот, что думает, как они, разговаривает, как они, видит мир, как они. В общем, нам нужен ты, Каррах». «Хватит», — прервала Ольга болтовню Алекса. «Я скажу. У нас есть пространственный коннектор». «Что?» — удивился я. «Крот?» «Да. Но их не бывает. Это выдумка. Тогда тебе определенно стоит на него взглянуть». Ольга откинула чехол с поклажей. На спине роба-мула возле нескольких упакованных скафандров лежала странная металлическая конструкция, напоминавшая дохлого краба. Я перестал улыбаться. «Вы меня не разыгрываете?» «В той пещере, куда водил меня Хорру, на одном из рисунков было изображено древнее устройство. От большого куба расходился по сторонам пучок отростков, которые впивались в тела нескольких иторнов». «Потерян», — сказал старик Хорру. «Никогда нет». Он провел пальцами по стене, словно лаская рисунок. Говорят, что крот позволял иторнам выходить в подпространство и переноситься к любой из камер коннектора. И неважно, где та находилась — на далекой планете или на борту космического корабля. Судя по хроникам, в конце войны такими камерами оснащались все крупные крейсера и торнов. Но ни одного крота до сих пор не нашли. «Черт возьми!» — возмутилась Ольга. «Ты хоть представляешь, во сколько он нам обошелся? Мы купили крота у лисов, которые стащили его из старого хранилища Ольдеров. Теперь он наш. Мы собираемся попасть на шип, и ты нам в этом поможешь, найденыш». «Чертова штука!» — хлопнул кулаком по кроту Алекс. «Да еще фанит, зараза, как древний реактор. Знаешь, мы пробовали им управлять, но ничего у нас не вышло, и ни у кого из людей не выйдет. У меня получится». Перебил я его, вспоминая нарисованную семью и торнов, что сидели вокруг крота. «Надо думать, как они. Дышать, как они». Я посмотрел на Ольгу. «Но ты же сама говорила, что сокровище шипа — это ловушка. Бездна сожрет кучу нашего времени. Когда мы вернемся, то здесь уже пройдут века». «И это если будем действовать быстро», — сказала Ольга. «Я уже все просчитала. Но кто тебя здесь ждет, карах?» Она улыбнулась и подошла ближе. Я почувствовал легкий запах ее духов. Так пахнут цветы пересмешника после дождя. «У меня же нет другого выхода», — тихо спросил я. «Если не пойду с вами, то больше никогда тебя не увижу». Я сам предложил воспользоваться для переноса старой пещерой в южных горах. Алекс хотел арендовать ангар, но я не доверял людям. Если за время нашего отсутствия с кротом что-то случится, вернуться обратно уже не сможем. Склоны южных гор были источены песком и ветром, со множеством каверн, и напоминали покинутое гнездо насекомых. Дорога сюда заняла пять дней. Когда-то я уже преодолел ее со стариком Хорру. Во время ночных привалов я учился пользоваться кротом. Стоило протянуть руку к устройству, как его контакты тут же начинали шевелиться, а один из них впивался мне в запястье. В первый раз я едва не потерял сознание. Не от боли, а от того, что увидел. Пустыня исчезла. Ночь сменилась необъятным космосом, и в голове промелькнуло множество картин. Словно на какое-то мгновение я увидел разлетевшееся вдребезги витражное стекло, где в каждом осколке отражалась иная звезда. «Ты пропадал», — сказала потом Ольга. «Сначала стал размытым, будто находился в двух местах одновременно, а потом и вовсе исчез». Я вырвал контакт из руки. А после долго сидел и тяжело дышал, стараясь унять яркие вспышки перед глазами. «Мы с Алексом тоже пробовали», — тихо сказала Ольга. «Дальше будет только хуже». Алекс спал, забравшись в спальный мешок, а Ольга села рядом со мной. Мне хотелось ее обнять, но я лишь молча кивнул в ответ. «Я справлюсь». Им не обойтись без меня. Они еще не поняли, что для управления кротом нужна была целая семья и торнов. Один человек едва ли сможет выдержать такую нагрузку. Но лучше управлять кротом буду я, чем Ольга. «Зачем ты ушел с бродяги?» — прошептала она мне на ухо. От ее теплого дыхания защекотало внизу живота. Я не ответил. Не отрываясь, смотрел, как из ранки, оставленной контактом, вытекает струйка крови. Одной из причин моего возвращения на Самум было то, что после поединка с Дейраном в глазах моих друзей появился страх. Я понимал, что стал для них еще более чужим. А второй и самой главной причиной была Ольга, ведь она осталась с Алексом. Тогда в каюте я испытал боль сродни той, что была в день, когда брат пытался поделиться со мной информацией. Боль бушевала внутри головы, раздирала меня на части. Я кричал, а Ольга думала, что я кричу от удовольствия, и двигалась все быстрее. И я стал с ней единым. Это было странное чувство, будто на несколько секунд мы превратились в одно целое. «Давай попробуем еще раз», — сказал я, протягивая руку к контактам. Мы шли по пещере. Ольга и Алик с интересом разглядывали древние рисунки, которые вырывал из темноты луч фонаря. «Как странно», — сказала Ольга. «Могучая цивилизация, и вдруг наскальная живопись, как у дикарей». «А как передать информацию потомкам?» — спросил я. «Если знаешь, что скоро от твоего привычного мира не останется и следа. Планеты уничтожают огнем с орбит, атмосферы засевают штаммами вирусов, приборы откажут, книги со временем истлеют, и ничего прочнее камня у тебя под рукой попросту нет. На месте древних иторнов я бы поступил точно так же». «Мы отправились к бездне, когда я научился ориентироваться в том безумном хороводе тьмы, куда бросало нас устройство иторнов. Я служил для Ольги и Алекса проводником. Мы сидели по кругу, а в центре, словно поймавший добычу паук, расположился крот. Пучки контактов впились в наши руки, пробив гермоткань скафандров. «Я был холодным ветром между мирами. Я был песком и камнем, над которыми не властно время. Я скользил в полной темноте без направления, без каких-либо меток, лишь где-то на периферии зрения виднелись далекие звезды. Они были будто нарисованы на вращающейся вокруг меня сфере. Границы этой сферы искажались, закручивались в странные фигуры, и порой мне казалось, что я бегу по многомерному листу Мебиуса. «Возьми», — шепнула мне Ольга перед тем, как мы отправились в прыжок. «Он мне помогал. Все время». Она вложила мне в ладонь засохший цветок дерева-пересмешника. Под пространство засасывало. Я погружался в эту черную пропасть, но чувствовал, куда надо лететь. Звезды приближались. Становились все отчетливее и ярче, словно два измерения, наше и чужое, накладывались в моей голове друг на друга. Я не понимал, сколько прошло времени. Да и существовало ли оно здесь вообще. Стоило указать планету, как мы тут же переносились к ней. Туда, где были установлены древние кабины коннекторов. Некоторые миры оказались мне знакомы. Другие я видел впервые. Далекие звезды звали меня. Я скользил к ним по черной бесконечности, а вокруг вспыхивали огни сверхновых, разевали пасти черные дыры, клубились туманности и пронизывали пространство джет и квазаров. Но я стремился к распустившемуся цветку лилии. Протозвезда расцветала в моих ладонях. «Приди в себя, карах!» Ольга хлестала меня, позабрала у скафандра, отчего моя голова ударялась о шлем, и я очнулся. «Мы здесь! Ты смог! У тебя получилось!» Ольга жадно обняла меня, засмеялась, и мне показалось, что мы никуда не уходили с бродяги. Я все еще лежу в своей каюте. Ольга рядом, и мне снится долгий сон. Края прорванной гермоткани на наших скафандрах срослись. Мы находились в кабине коннектора на борту шипа. Я установил связь сквозь подпространство, и теперь эта кабина была замкнута с нашим кротом. Она перенесет обратно, как только мы захотим вернуться. Силовой реактор и часть оборудования на корабле все еще функционировали. Вокруг шипа сверкало защитное поле, сохраняя остатки атмосферы, а гравитационная установка позволяла спокойно ходить по палубе. Но обшивка космолета была разрушена, и сквозь огромные пробоины сияла протозвезда. Вблизи все очарование Лили исчезло. Она больше не напоминала распустившийся цветок. Скорее походила на нарыв в космосе, пульсирующий и вздрагивающий кусок мяса. По поверхности газовой туманности пробегали волны, и казалось, что Лили была готова взорваться в любую секунду. Мы пробирались по туннелям, проходя сквозь внутренние шлюзы корабля. Открытый космос остался позади. Пыль клубилась в лучах фонарей и оседала на палубе. Повсюду виднелись следы войны, старое оружие и мертвые тела. Казалось, что сражение закончилось совсем недавно. «Когда произошла эта битва?» – прошептал я. «Чем ближе к черной дыре, тем медленнее течет время. Не удивлюсь, если где-то на корабле еще остались живые участники сражения». «Пошли быстрее!» – скомандовал Алекс. Кажется, здесь был абордаж. Перед тем, как шип совершил свой прыжок, да и ранее высадились на десантных челноках. Безумцы шли в рукопашную, отбрасывая оружие и разрывая противников голыми руками. Что же ценное они хотели заполучить? Ради чего было столько смертей? От защитников и нападавших остались лишь пустые панцири в скафандрах. Мертвецы трещали у нас под ногами, стоило неосторожно на них наступить. Мы шли все дальше в глубину корабля, пока не обнаружили то, что и торны защищали ценой своих жизней. Огромный зал с засыпанным песком полом. В центре зала находилась хризалида, большой покрытый броней кокон. Толстые щупальца вгрызлись в песок. Хризалида была жива. Ее панцирь едва заметно вздрагивал, будто она дышала. Я не сразу догадался, что именно увидел, а когда понял, то непроизвольно шагнул ближе. «Что это?» — тихо спросила остановившаяся позади меня Ольга. «Последняя надежда и торнов», — сказал я. «Хризалида, которая должна была произвести на свет измененное потомство. И торны спасали ее от Дейран». «То есть это и есть ваше сокровище?» — воскликнул Алекс. «Из-за этого мы сюда пришли!» «К дьяволу!» Он выхватил бластер и направил на хризалиду. Я схватил его за руку, пытаясь вырвать оружие. Мы грохнулись на песок и сцепились, как два диких зверя. Накопившаяся злость вдруг разом выплеснулась наружу. Мы дрались, словно два самца, грызущихся за самку. «Проклятый ублюдок!» — рычал Алекс. «Думаешь, я не знаю про вас с Ольгой?» Я сжимал его руки, не позволяя стрелять, и он врезал мне лбом по щитку гермошлема. Я треснулся головой, и из разбитого носа хлынула кровь. «Что вы делаете?» — орала Ольга. «Идиоты! Глупцы!» «У нее не получалось нас разнять». «О-о-о-о!» — прокатился по залу вздох Хризалиды. Алекс коленями оттолкнул меня в сторону и вскочил на ноги. Я увидел направленный бластер и нырнул под выстрелом. Вспышка ослепила, и крик Ольги оборвался. Я увидел, как Ольга падает и кинулся к ней. Подхватил на руки. Алекс заорал и пальнул мне в спину. В первую секунду боли не было. Я лишь понял, что меня швырнуло вперед, и я валюсь лицом в песок. А потом нахлынула темнота. В этой темноте сверкали далекие звезды. Я слышал их шепот. Но мне казалось, что это шепчет Хризалида. Когда я очнулся, то обнаружил, что держу на коленях умирающую Ольгу. Она была залита кровью, а мне представлялось, что это розовая пена, в которой мы были испачканы в ту ночь. Выстрел из бластера прошел на вылет, и из раны в моей груди хлистала кровь. Сквозь туман забытия я видел, как уходит Алекс. «Проклятый ублюдок!» Шептал он себе под нос, не глядя на нас. «Проклятая шлюха! Я не хотел, чтобы так вышло. Я ни в чем не виноват!» Казалось, что он тихо поскуливал, словно щенок. «Домой!» «Я хочу домой!» Я увидел, как в щупальце Хризалиды подбиралось ко мне все ближе. Оно поднялось, словно змея перед броском, а потом впилось в открытую рану. Я кричал, но изо рта вырывался лишь хрип. Было больно. Смертельно больно, как тогда, когда брат пытался передать мне свои мысли, но сейчас это уже не имело никакого значения. Хризалида пожирала меня, и сознание медленно угасало. А затем я вдруг понял, что смотрю на себя со стороны. Теперь я находился внутри Хризалиды. Она скопировала мой разум, выбрала меня прообразом для своих детей. Я слышал шепот мертвеца Хорру. «Стань гибким, как ветер!» — говорил он. «Стань сильным, как песок, и изменчивым, как камень!» Внутри Хризалиды все менялось. Там, в боли и муках, рождалось на свет мое новое тело. Спустя какое-то время кокон треснул, и я упал на песок. Поднялся на ноги, оглядел себя, свои руки, свои странные руки, а затем отправился искать своего убийцу, прислушиваясь, как в груди стучат два новых сердца. Алекс Кор уже загрузил кабину коннектора старым оружием, свалил все, что смог принести в кучу, и собирался прыгнуть обратно на саму. Казалось, он все еще тихо скулил, рассказывая что-то про дом и жалуясь на судьбу. Алекс понял, что не один на корабле, когда я уже находился у него за спиной. Он обернулся, вскрикнул и отпрянул, но я взмахнул рукой, вырывая сердце из его груди. А потом я вернулся к Хризалиде, склонился над мертвой Ольгой. «Оживи ее», — сказал я. Слова получались хриплыми, как у старика Хору. Человеческая речь давалась мне с трудом, и я перешел на слова и Торнов. «Верни ее, слышишь? Возьми ее разум! Тебе же нужны сильные дети. Люди сильные, люди всегда возвращаются. Верни ее для меня! Сейчас же!» Одно из щупалец зашевелилось и погрузилось в грудь мертвой Ольги. Я люблю закаты на Самуме. За прошедшие тысячи лет они ни капли не изменились. Здесь больше нет людей. Когда мы вернулись, от человеческого поселения не осталось и следа. В пустыне больше нет старых и Торнов, во всяком случае, таких, какими я их запомнил. Остались неизменными лишь розовый свет заходящих солнц и ночной ветер, что заблудился между известняковыми статуями. И мне по-прежнему нравилось смотреть, как на небе одна за другой загораются звезды. «Сегодня?» «Лилий. Звезда?» Спросил я у Ольги. Я почувствовал, как она подошла сзади и тихо опустила голову мне на плечо. «Сегодня?» «Карах?» Улыбнулась Ольга. На шипе я долго ждал, пока Хризалида создавала ее новое тело. Очень долго. Вдали от корабля пробегали годы, а затем века, которые сменялись тысячелетиями. Наконец, панцирь Хризалиды лупнул, и мне на руки выпала родившаяся Ольга. Теперь мы с ней были одной семьей. У нас общие мысли, общие побуждения, разделенные на несколько тел разум. «Смотреть!» воскликнула Ольга, указывая в небо. «Удивительная штука, эти межзвездные путешествия. Ты движешься быстрее скорости света. Ты знаешь, что звезда, на орбите которой мы умерли, давно стала сверхновой. Но свет от нее все еще летит и летит сквозь бесконечность космоса, и ты видишь звезду такой, какой она была тысячи лет назад. «Смотреть!» «Смотреть!» Закричала Ольга, сжав мое плечо. В небе, на месте тусклой звездочки Лили, загоралось новое солнце. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2023 году специально для проекта «Взлетаем немедленно» при поддержке сайта фантлаб.ру